Ола, амигос! Согласитесь, в каждой семье рано или поздно наступает тот момент, когда при открытии холодильника вы слышите эхо. И это тот самый момент, когда было бы неплохо смотаться за провиантом. И вот сегодня мы отправляемся в магазин Lidl затариваться на неделю. Но! Вы же понимаете, что не все так просто. Там проходит акция при покупке на 86,77 евро. Двадцатник возвращается обратно. Но разве не чудесный денек для того, чтобы поехать и закупиться? Ну и мы понимаем, что такие акции проходят не каждый день. Поэтому там могут быть и очереди, и какие-нибудь еще нюансы. Но мы ко всему готовы. Поехали! Йиппи! Вот мы и на месте. Очередей нету. Ну и шикарно. Хотя, с другой стороны, наводят на мысли по поводу акции. Двинули. Конечно же, первым делом мы берем картошку. Он такой покрупнее. Чуть 5 килограмм возьмем, да? Да, давай 5. Цена? 4,69. Что берем? Берем один перчик. Большой. Почему один? Потому что в Испании перцы вот такого размера. Помидоры черри для ребенка. Цена 1 евро. А, нет, вон они. 1,20. Нет, 1,45. А, правильно, да. 1,45 за полкило. Эти салатные помидоры, они деленцой. Но они самые вкусные из всех, которые есть. Берем килограммчик. Да, штуки 4-5. Давай 4. Они огромные. Ой, этот не нравится мне. Давай вот этот, смотри, какой хороший. Ой, вообще волшебный. Кстати, всем клевая акция. Огурцы очень хорошие, прям молоденькие. За 59 центов за килограмм. Ну, берем побольше. Смотри, какой хороший. Малыши. Я думаю, что здесь килограмм точно есть. Окей, 60 центов. Хлеб на выбор. Вот такие 5 булочек. Они по 2 центов стоят 1 евро. Есть хлеб 4. Очень круглые, очень мягкие. Они вообще просто тают. Вот так вот. Я хочу приготовить на выходных борщ. Поэтому мне понадобится 1 морковка. И борщ будет минимум на 2 дня. Ой, 1 морковка, 1 капуста. Где капуста? Вот капуста. Я возьму. Велочек капуста. 95 центов за килограмм. Здесь, не знаю, килограмма полтора, наверное. Очень удобно, что в Испании можно купить уже готовую вареную свеклу стоимостью 79 центов. полтора евро за килограмм. Очень удобно. Потер, варить не надо и сразу отправил в борщ. Ну, не знаю, мне кажется, акция какая-то сомнительная. Мы берем в Карифуре рыбу по 7 евро за килограмм. Так же бывает в Наркадоне. По 20 евро за килограмм сальмона даже с 30-процентной скидкой все равно получается очень дорого. Ну, значит, без рыбки. Идем посмотрим салаты, пока все не разобрали. Минейное количество салатов. Быстро набираем. И все они с 30-процентной скидкой. Смотрите. Берем 2 стульцон. 3 стульцон берем? Или 4 стульцон. Это просто клад. А еще какие есть? Мы возьмем 3 стульцон. А еще есть греческие. Греческие добавим. И паста с рукавой. Давай паста с рукавой. Нет, с макаронами не берем. Странный салат с макаронами. Да, мы за ЗОЖ. Мы больше по травке. Мы набрали 300 пунцон. Еще новинка. Салаты. Цена у них была 1,39. Ну, минус 30%. В общем, будем считать, что по евро. Неплохо. О, тесто для пиццы. Можно взять какую-то сделать пиццу. Стоило оно 1,11. А теперь будет стоить... А, нет, стоило 1,59. А теперь стоит 1,11. Тесто на одну пиццу 1 евро. Ну, неплохо. Надо брать. Нам нужно масло. Ну, представишь, его расхватали. Вот, пустая. Вот. А, есть только масло с солью. В Испании есть масло с солью. А есть масло без соли. Вот представьте, что здесь... Что вот здесь такие вот брикетики лежат. Вот они точно такие же. Только без соли. Ну, к сожалению. Вот так. Смотри, короче, это сильный отдел такой, он... Это про масло. Про масло это не означает, что какое-то что-то со скидками. Это означает, что именно сегодня, только сегодня, выставлена продукция из Германии. Это все немецкое. Немецкие колбаски, они реально вкусные. Вот эти вот все. По-испански называется имбучидо. Угощаемся. Во-во. Вот это. Это сортишка. Обязательно возьмем. Это сортишка, да. А вот это еще клевая такая вот колбаска. Она хлебная. Называется как хлебная колбаса. Берем. Вот она стоит 99 центов одна. А та стоила 11,79. Хотя цены нет, непонятно сколько. Ну, в общем, где-то полтора. Кстати, сыр Филадельфия сегодня по акции. Второе 70% скидка. Это получается, что вместе они 4 евро 15 центов за две большие и тоненькие, которые вот обычно продают. Нет, это одна стоит 4, а если вторую покупаешь, то она стоит 1,25. Во. Еще хочу этот сырок. Ну, давай. С ананасом. Немецкий. И с орехами. Так, и не забываем сыр для пиццы. Монсарелла. Ну, это монсарелла, но по-испански получается монсарелла. Ну, слушай, наверное, итальянцев сейчас вот так вот комбасит. Берем. Сыр для пиццы мы взяли, а теперь мой любимый сырок. Где он, кстати? А, вот он. Эменталь. Для бутербродиков с утра. Срок стоит? 2,35. Так, бекон. Бекон. Бекон такой. Цена 1,75. Давай еще фырочка возьмем. Берем. О, большая упаковка семейная. Хватаем. Так, они сегодня по 2,29. Как раз XXL. Вот мы ее берем. Возьмем ту, которая пониже. Она будет посвежее. Надо взять мясо. Вот здесь есть говядина. Вот такими кусочками. Стоит она 3,85. Тут даже где-нибудь в полу. Во, шикарно. Конечно, стейк из нее не сделает, но... Жаркой сделаешь? Сделаю. Ну и все. Рулька из Икеи по цене 4... А, 5,98 за килограмм. Да, но фишка другая. Потому что эта порция достаточна для количества из 3-х человек. А в Икеи только в нашей, на самом деле. Икеи стоит 8,99 порции на одного человека. А здесь до 6 евро можно купить порцию на трои. Это фарш, который состоит из сборной. Здесь есть и говядина, и свинина. Очень удобно. Вау, он сегодня по акциям. Он считается как бы мясо для бургера. Точнее, фарш для бургера. И сегодня он продается за 3 евро за килограмм. Слушай, ну... Надо брать больше. Давай возьмем еще и в заморозку. Аттракцион неслыханной щедрости сегодня прямо. С мясными продуктами мы определились уже на неделю. У нас есть и мясо, и курица, и фарш. Идем за молочкой. Хочу! Цена 1,09. Нас устраивает. И другая зеленоха тоже евро. Брум-брум! Куда едем? Не правда надо. Тунец. 1,59. За баночку. Из 3 банки по 80 грамм. Яйца! Яйца. Берем большой размер самый. Он L-ка. Стоит 2,59. L. Растительное масло. Да и гиросоли, господи. Посолнечное. 1,19 за литр. Нам нужен сахар. Это значит мука. А есть пачки побольше? Типа 2 килограмма, нет? Вот это сахар? Нет. Можно просто взять 2 пачки. Ну и 2 килограмма. По 0,79 за пачку. Мы часто пользуемся муход для хлебопечки. И самые вкусные готовые смеси это вот эти. Они делают чабату. Они бывают очень редко. Они очень редкие вообще. И надо найти вот еще парочка. И еще одна. Крутяк. У нас будет хлеб. И этого хлеба хватит нам на дней 10. Смотрите, они тоже акции. Да, они сегодня по 89 центов. Это круто. Они фактически в цену простой муки. Вот простая мука она стоит 69. А это 89. Да, получается разница всего в 2 центов. Возьмем 2 шабаты. Возьмем одну две с семечками. Они с семушками. Семками. С семульками. С корнеплодами. Так, вот этот хлеб он аналог я не помню, как он в Москве назывался. Такой он кругленький был. Серый. Серый, как столичный, не столичный. Серый, серый. В общем, очень похож. И он очень вкусный. Берем. Вино к обеду. Было 3 евро, стало 2. 17-й год. Красненькое. Испанское. Надо брать. Ну, пару бутылочек. Ну и пара беленького. Под рыбку. 18-го года. 1,99. Папа, мне нужны печеньки в школу. Ты что, еще и в школу ходишь? Да. Как дети быстро растут. Кубики. Мясные. 39 центов. Кубики рыбные. 1 евро 25 центов. И 50 центов сухой чесночок. Соль юдированная, очень мелкая. 22 цента за килограмм. Ну и как же в немецком магазине без немецкого пива? Да никак. И это пиво, оно, ну просто фантастическое. Одна бутылочка 49 центов. Ну, оно очень вкусное. Пивко готово. Сука, здесь у нас получается раз, два, три, четыре на шесть. 24 бутылочки. 12 евро. Двигаем к нашим девочкам. Может, они что-то еще интересного нашли. Девчонки, я к вам. Салат сделаю с руколой и с креветкой. Точнее, к нам нужна рукола и нам нужны креветки. И орешки. Орешки у меня есть. Я из Москвы привозила. Ты в каком количестве орешки из Москвы привезла? Мы тут уже год безвылазны. Яблочный чизкейк и обычный чизкейк. Это, говорит, что-то нереальное я читала на фейсбуке. Да ладно, че? Ааа! Черт. Как вы думаете, минус один? 15 чизкейк, 1,99. Один с яблоком и один не с яблоком. И не забудьте, прямо хрустяшки. Убираем креветки. Одни креветки стоят... Слушай, вот эти стоят, смотри, эти 10 евро чищенные на килограмм. Эти... Эти стоят фактически 12, даже больше 13. Да, а эти стоят 20. Ну, нам же безвязь еще есть. Давай возьмем простые, дешевенькие, за 10 евро за килограмм. Ага, шикарно. Нам хватит одной пачки? Одной пачки надо, да. Для салата из двух человек. Для салата из двух человек. Для салата для двух человек. У нас мама людоед еще и нас накормить хочет. Рукола для салатика. Вот она, две пачки. 75 на 2. 1,5. Мусорные пакетики. 1 евро. Она мне нужна, поэтому, наверное, достаточно. Папа, папа, ты помнишь, что ты в том ролике обещал мне чупачуку и не купил? Да он, фок! Дождались. Спасибо, папочка, ты самый лучший! Конечно, набирать продукты можно до бесконечности, но у нас сегодня стоит другая задача. Набрать именно на 87 евро 66 центов, ну, плюс-минус, ну, я думаю, хватит. А, да, и чтобы нам еще 20-ку вернули. Во, поехали на кассу. Я, конечно, не уверен, то, что мы набрали правильно, потому что чисто визуально как-то, как-то, ну, совсем всего много, но я так, как мог, старался, считал. Сейчас посмотрим, что получится на выходе и узнаем, во что нам это все выльется. Первый пошел! Ну и все, мы купили, получилось чуть больше, получилось-то на 105. Сейчас мы активируем наши купончики и должно получиться очень мало. Так. Получилась вот такая сумма. Ну, что-то немножко не то, что я ожидал. Ну, ладно. Закупки закончились. Да, немножко я обсчитался. У нас получился счет 106 евро вместо, там, 87. но другой момент напрягает. Скидка должна была быть 20 евро, а вернули нам только 5. В общем, может быть, мы что-то не так поняли? Ну, пойдем разбираться. А, вон, смотри, вон, кстати, этот плакат. Пойдемте-ка разберемся, а в чем косяк? Вот оно. Собственно, должно было быть 15 евро. Но, видимо, надо читать то, что написано мелким шрифтом. Оказалось, что это цена... Если бы вы закупались в других магазинах, то вот на ту же самую корзину, а-ля, плюс-минус, вы бы потратили на 15 евро больше. Вот в чем был смысл и подвох данной акции. Одним словом, читайте то, что пишут мелким шрифтом. Блин, ну я же не кредит брала. Ну, видимо, система-то плюс-минус одна и та же. Капец. Ну, хоть 5 евро скидки, но мы получили. Двигаем домой, разложим все это внимательно, посмотрим, что же получилось. Вот мы добрались до дома, вытащили все это из пакетов, сложили на стол, чтобы можно было посмотреть, а что, собственно, купили в каком количестве. Замороженные овощи, зеленушка, картошка, мука, консервы. Куда без консервов? Соль, сахар. Ой, что-то упало, неважно. Масло, фарш для котлеток. Это все для пиццы, для жаркого. Окорочка. По скидосам. О, кстати, куча, куча салатов. Все по скидкам. 6 салатов, нам хватит дня на 3. Они не просрочены, просто срок годности у них скоро заканчивается, нам хватит. Винчик, пивко, ну, пивко, мы не пьем много пива, но точно могу сказать, то, что лето оно не переживет. Овощи, что еще не сказал, хлебушка немножко, кое-что для... Да, молочка. Где молочка? А, ну да, молочка. Это для завтраков. Ну и самое важное, ребенку в школу. Чупа-щупса не хватает, но мне кажется, он не доехал. Вы были на канале Испания наизнанку. Подписывайтесь, нажимайте пальчиком вот в этот колокольчик, чтобы вы будете в курсе всех новых видосов. Мы с вами прощаемся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok